Сегодня у нас отстрел в тире на 50 метров и такое небольшое сравнение двух очень разных винтовок. Это редукторная колба-булка со стволом 550 альфа и прямоточный карабин с таким же абсолютно стволом. У двух винтовок установлены колбы L-Safe, легкие композитные 0.6, отстрел на 50 метров, прицелы большекратники 5 на 30 на 56, один Discovery, один Markle. Будем сейчас стрелять вначале с полигонала пулями 365 грамм, а потом я постепенно расскажу в чем разница этих винтовок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По три выстрела я делаю, сейчас еще одну группу сделаю и будем переходить уже к редукторной винтовке. Получается? Да, все нормально. Переходим к редуктору. Здесь у нас стоят пули Гризли, 2 грамма. Скорости у этих винтовок абсолютно одинаковые, расстояния одинаковые, но это у нас редуктор. Где мой барабанчик? Так, это у нас прямоток. Так, стреляем с редуктора. По правому листу мишеней. Сейчас выстрелим. Сейчас выстрелим. Сейчас возьму. Сейчас выстрелим. В probably not. Сейчас выстрелим. Вся當然. В하신 армия. Смотрите. Немного. Выстрелим. Попуты Попуты Дом Попуты Дом Попуты Ушайл ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте еще группу одну сделаем на редукторе, хотя давайте не будем. Посмотрим, что вышло. Ну, я вам скажу, я стрелял на холодную, то есть вот первый сет за сегодня, поэтому получилось как получилось, и к концу я уже расстрелялся. Вот что у нас получилось на прямотоке. По три выстрела я стрелял, получается. Три, три. Вот что получилось на редукторе. Тоже три, 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 и здесь три. Вот последняя группа мне очень понравилась, потому что я допускал некоторые ошибки при стрельбе. Как мы видим, кучность на 50 метров приблизительно одинаковая у этих винтовок. Разница в том, соответственно, прямоток с полигональным стволом работает на тяжелых пулях, на полнотелах, то есть весом 3,65 грамма. И выдает примерно 16-20 выстрелов с одной заправки. Редуктор выдает порядка 80-90 выстрелов на этой колбе, может быть даже 100. Ну, 10 магазинов точно. Но работает с пулями практически вдвое меньше веса. То есть пули весят 2 грамма, это гризли, тоже условный полнотелок, потому что ствол полигональный. Для чего редуктор? Редуктор больше для спортивной стрельбы на дистанции до 100 метров. Потому что на улице с такими пулями тяжеловато будет стрелять, особенно в непогоду. Если в погожий ясный день, понятное дело, ветра нет, все нормально полететь. Полигонал же это, скажем так, грубая работа на дальних дистанциях, охота. То есть совершенно другие задачи. Поэтому каждый выбирает под себя. Я для себя, все-таки, для моих целей выбрал бы редуктор. Потому что большое количество выстрелов. Я могу ее заправить на, соответственно, колбу. И пойти отстреляться и ничего не дозаправлять. То есть 80-90-100 выстрелов мне хватает за глаза. Я пострелял и уехал домой. И мне не нужно ловить платою и так далее. Поэтому мой выбор конкретно, это редуктор. Но это стрельба 57 метров. Там где-то на даче, в поле, в хороший день, в погожий. Вот, поэтому я считаю, что большинству людей, которые стреляют, соответственно, в развлекательных целях, до 100 метров. А подойдет больше редукторная винтовка на колбе. Вот такой буллпап, пускай даже с длинным полигональным стволом. Он очень точный. В охотниках нет. Продолжение следует...